Дорогие друзья, доброе утро! И, как выясняется, Марк еще и кулинар. Да, всем доброе утро, здравствуйте. Да, аплодисменты прийти. Марк, что мы сегодня будем готовить с твоей помощью? Мы будем готовить блюдо, которое, с одной стороны, может понравиться женщинам, потому что оно легкое, оно здоровое, там овощи и рыба. А с другой стороны, легко его может приготовить далеко не самый талантливый в кулинарии мужчина. Поэтому сегодня здесь я... У кого это, честно говоря, у меня, конечно, себя? Естественно. У вас же такой опыт грандиозный. У меня грандиозный. За плечами годы пройденных... Килограммы и тонны овощей и рыбы прошли через его руки. Да, ладно, через руки. Ладно, давайте начнем. Марк, что за рыба и что за рецепт? Откуда этот рецепт? Рецепт из моей жизни обычный вообще. То есть легкая, все-таки весна. Да. Все-таки не будем забывать, что после зимы, девушки, в России весна наступает рано. В мае. Вот. Но девушки снимают с себя зимнюю одежду. Хотят быть стройными, красивыми, правда? Нужно отложить балы. Взять в руки вилочку, на которую подцепить кусочек рыбки с овощами. С овощами, да. Так, значит, я убежден, что нам понадобится обязательно... Доски, овощи, клубника. Это, наверное, не к рыбе. Это будет сюрприз. Это домашняя заготовка от Ивана для всех женщин. Да, друзья, сегодня мы, так сказать, решили, так сказать, пикантно закончить программу лубничкой. Почему это я вдруг говорю голосом табакова? Не знаю. Может, фильм смотрел? Это будет, это потом десерт, это мы приготовим такой легкий, но совсем. Это всегда весело. Так, значит, нам нужна для начала семка, да? Я посмотрю, где она. Вот, пожалуйста, Марк хозяйничает. Все к твоим, так сказать, услугам. Ну-ка. А вообще, как часто удается композитору, певцу, востребованному артисту, ведущему, человеку, который посещает светские мероприятия? Вот, какая рыба. Реже, реже. Вот, как удается еще и готовить? Или ты вообще не готовишь? Я готовлю. То есть бывает такое? Ну, когда вдохновение, да, по вдохновению, по зову сердца. Ну, вот сейчас как? По велению души. Я думаю, что, да. Мальчестная, вот так она выглядит. Вот так она выглядит. Вот у нас вот такие. Да, ну куски хорошие, они нам такие же и понадобятся. Ну, давайте восстановим рыбу целую. Вот она, четыре ноги. Сейчас. Четыре плавника. Нет. Слышь, это напоминает очередь на твой концерт. Не густо, Ваня. Нет, нет, ну не густо. Это же накануне. Так, давай. Значит, что нам? Сколько нам нужно? Мы все берем вот это? Да давай возьмем все. Женщин же у нас много. Женщин много? Да. Нож. Спасибо огромное, ты взял нож. Давай я тоже возьму нож. Покажи, значит, как нужно. Просто напополам лишаем ее вот этого хряща, который... А мы хрящ его забираем? Нет, хрящ нам не понадобится. Жем вообще напополам вот так вот залезаем, да? Да. Вот, и секрет этой рыбы в том, что она будет готовиться в соку овощей. То есть овощи дадут сок? Да. А ты, вот скажи, пожалуйста, я смотрел не только «Фабрику звезд», я смотрел не только «Две звезды». Я обратил внимание, ты находишься в потрясающей физической форме. Вот как, у тебя есть какой-то рецепт, я убежден, что и женщины задумаются, понимаешь, мы люди, у которых щеки развиваются, когда они бегут, мы хотим узнать, как ты поддерживаешь форму. Слушай, но ты... Я занимаюсь спортом, я всегда стараюсь парковаться чуть подальше от того места, куда мне нужно идти, чтобы идти пешком. Да. Да. Да, вот. Слушай, а еще есть такой способ, когда поднимаешься в лифте, нажимать кнопку не того этажа. А если ты совсем спортсмен, можно не в тот подъезд заходить. Ехать на лифте вверх, потом вниз, потом у тебя. В общем, можно... Способов много. Нет, кстати, я иной раз с фанатизмом доходит до такой степени, что я ночью приезжаю с концерта, я могу с сумками, с одеждой подниматься пешком на седьмой. Представляешь? Ну, да. Ну, это просто, видимо, придурь какая-то такая. Причем придурь? Это спортивный образ жизни. Давай, убираем вот это. Да, рыба у нас готова. Ой, у вас даже есть бумажные салфетки. Да? Вот, спасибо. А, ты поможешь? Я могу? Конечно, конечно. Я просто... Так, нам это понадобится... Марк. Как говорится... Welcome, да? Да, welcome. Кстати, Марк, обратите внимание, как Марк сказал, с каким акцентом Марк сказал, welcome. Ты, во-первых, ты обучался в Соединенных Штатах Америки. Да. Ну, как студент по обмену. Я тоже был в Америке по обмену. Я знаю, что такое, когда отец выменивает тебя на джинсы. Тебя на джинсы? Меня поменяли на джинсы. Да. Тебе больше повезло. Да. Причем, когда попросили обратно джинсы, папа выбрал джинсы. Так, значит, ты был студентом по обмену в Америке. Ты закончил московский, я правильно понимаю, ты меня поправь, московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. Значит, я закончил... Я закончил Академию Театрального Искусства. Я тоже потом. Вот. А я потом в университет не поступил, понимаешь? Как-то раз и нечего мне подсказать. Ну, на джинсы, по-моему, нечем крыть. Соответственно, ты в совершенстве владеешь английским и испанским. Испанский, да. Как будет семга по-испански? Не знаю. Извини, Марк. А я знаю. Как? Лососес. Нет, ну это лос-семгас. Лос-семгас. Лос-семгас, если уж, да, следовать вашей логике. Ну, у меня нет логики, поэтому вот в этом точно. Поэтому перейдем к лос-помидоросу. Согласись, что лос-помидорос, да. Перейдем к лос-помидоросу. Значит, семга, нам не нужно ее выкладывать. Семга сейчас... Она просто подождет. Поскольку семга у нас мужского рода, то он будет ждать. Семга будет ждать. Теперь самое важное. Да. Кольцами порезать помидоры. И достаточно тонкими кольцами. Потому что помидоры, это как бы основа нашего блюда. Они ложатся на дно кастрюли. И они его покрывают сверху. Марк, ты сейчас как в Третьяковской галерее экскурсию ведешь. Зал импрессионистов. Так вот, поскольку рыба у нас готовится абсолютно без воды, то помидоры очень важны в этом смысле. Почему они, выражаясь языком экскурсовода Третьяковской галереи, являются и основой, и началом этого блюда. Да. Вот. Они дают же больше всего вот этого как раз сока, в котором рыба будет готовиться. Рыба в помидорном соке таком готовится, да? Ну да. Не только в помидорном. У нас там еще и морковка должна быть. Сейчас мы все это сделаем. Да, все это делается послойно. Я пытаюсь спросить, как так получилось, что ты... После МГУ и ГИТИСа ты оказался в смайке? Ну, что ты после МГУ и ГИТИСа... Ну, ГИТИС ты все-таки заканчивал как по музыкальному театру, да? Ну, это уже понятно, да. Мы не писали, не отпирайтесь. Ну, вот это все. Красиво. Вот это все. Не получается. Нет, не получается. Да ладно, я слышал, как ты потрясающе пел песню про Ленинград. Очень круто. Ты имеешь в виду на Ленинградском вокзале, мои возрастные, да? Ну, нет, только что было на Московском. А, да, но это было на Московском в Ленинграде. Так, значит... Помидоров, ну вот этот пусть будет последним, да. А мы не можем это уже выкладывать в кастрюлю? Помидоры... Ну, если они идут первыми. Ну, лучше, нет, лучше это делать... Ну, можем, в принципе, мы же не включаем, да, еще огонь не зажигаем. Нет, мы пока еще не зажигаем огонь. Вот. В принципе, можно, но лучше это все как бы по слоям, красиво, потому что мы же мужчины готовим по вдохновению, а не по необходимости. Ну, знаешь, я честно, по необходимости. Такая ситуация. Я пробовал не готовить в этой программе, но, так сказать, фиаско мою потерпел, когда пришел получать зарплату. Потом я стал готовить, но платить так и не начали. Слушай. Так, перец, да, тоже кольцами? Да, 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 да. Перец тоже кольцами. Марк, а какие предпочтения у тебя в кухне? Какую еду ты любишь? Какие блюда ты любишь? Какую национальную кухню ты любишь? Наверное, если говорить национальную, то больше итальянскую. Не знаю почему. Мне нравятся всякие равиоли, пасты. Пасты, равиоли. Хотя, да, хотя это и не очень полезно, наверное. Но, прости меня, ты же, сколько ты прожил в Махачкале? Ты родился в Махачкале? Я родился в Махачкале и окончил школу в Махачкале. Или там, с которым связана как-то твоя исполнительская деятельность. То есть, у тебя есть какая-то традиция, ты перед концертом обязательно съедаешь что-то. Или с утра, наоборот, не ешь. Нет, у меня есть традиция, что за несколько часов до концерта у меня закрывается клапан, и я вообще ничего не ем. То есть, вообще... Все, не могу, да, ничего не хочется есть. Аппетит пропадает. А после концерта? Зато после концерта это самое жуткое, потому что что в гримерках обычно лежит? Бутерброды. Значит, подожди, вот ты тоже порезал? Да, вот это готово. Вот это готово. Соответственно, после выступления, конечно, приходится не сладко, потому что если ты бросаешься сразу... Да, я бросаюсь на все бутерброды, потому что, ну, я люблю хлеб. Ну, потом, углеводы это ведь быстрая энергия, а хлеб это углеводы. И вот, наверное, после концерта хочется это восстановить, и сразу ешь хлеб, хлеб, хлеб. А подоспел вопрос, а где у нас морковка? А, вот, я вижу. Видишь, ты нашел морковку сразу. Так, слушай, ну, поскольку мы... Из перца вырезал он сердце. Был... Давай, из сердца вырезал он... Из перца вырезал он... Из сердца вырезал он перца? Не-не-не, из перца вырезал он сердце. И в счастье отворилась дверца. И появился... И появилась чья-то тень. И появилась чья-то тень. Кто это прокричал он тихо? Зачем надела ты... Портниха? Портниха сегодня странный... Свой... Боа. Боа. Вот раз, и вот так вот ушли мы из поэзии, сразу перешли на прозу. Так, мы порезали... Слушай, морковку надо почистить, да? Давай мы ее почистим быстро. Посмотри, вот это одна секунда. Кстати, я потерял дома вот такую роскошную чистилку. Мне была всегда. Дарю. Я дарю. Дарю. Дарю тебе ее. Не забудь ее вернуть после окончания программы. Так, а мы... А мы продолжаем. Да, давай я продолжу вот с этим. Тут у нас очень... Давай мы это вот так. Давай мы вот так вот это будем делать, чтобы... Да, главное, чтобы все овощи были... По отдельности? Рассортированы, да. Нарезаем. Ванковку. Ты лиф нарезаешь, круто. Что еще? Так, тут у вас лежит сельдерей. Ну, я честно скажу, сельдереем не пробовал. Но поскольку сельдерей один из главных овощей, которые несет нашему женщину молодость, то, в принципе, я думаю, немножко да. А мужчина? Ну, когда у женщины молодость, что у мужчины? Мужчина зависть. А мужчина тратает. Мужчина тратает. Так, чтобы женщина была молодость. Слушай, ну давай, может быть, вот как-то тоже вот так, да, сельдерейчик? Да, да, да. Вот мы пару раз... А я пока ты сельдерей, а я вот зелень. Давай. Это тоже по слоям. Слушай, ну... То есть это все готовится вот так сразу, все засыпается, да? Да, да, да. А потом начинает... Еще очень важно красиво вылышать, потому что выкладывать... Это как мужчины же выкладывают паркет. Вот практически как паркет будем рыбу выкладывать. Ну вот, чего мужчина выкладывает. Вафель выкладывает. Да. Так, лук. Лук обязательно у вас какой? Плаксивый лук? Ну, сейчас ты посмотришь на меня и узнаешь. Нам нужно с кольцами... Тоже кольцами лук, да? Да, лук обязательно кольцами. Марк, расскажи, как получилось так, что у тебя мама врач? Мама врач. Папа инженер? Папа инженер. А ты к победе в двух звездах, к серебру в фабрике звезд. Но ты же не сразу пришел, ты же к этому шел. Это только говорит о твоей... Упертости. И твоей последовательности. Ну да, ну вот так как-то случилось, что... Да, жил в Махачкале, в семье совсем не артистов, но как-то... Что-то у меня с детства такой клин был. Хотел петь. Нравилось. Хотел петь, и все. Да, и все. Давайте мы поаплодируем, друзья. Это вот Марк... Самое живое подтверждение того, что если человек что-то очень хочет, то не обязательно это получается. Значит, друзья, что у нас происходит? У нас Марк Тишман режет зелень. У нас порезан отдельно лук, перец, помидоры, семга, морковь. Сельдерей. Сельдерей. Марк, оставлю-ка я тебя пока на кухне следить за нарезкой. Друзья, у нас короткая реклама на Первом канале, после которого мы вернемся. И узнаете, почему первоначально знаменитая Виа, синяя птица, называлась бройлер. Так, все, мы все сделали, да? Зелень порезали. Лук есть, сельдерей. Хватит лука столько, но я думаю, что хватит. Да, 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 хватит. Отлично, давай начинать. Все, самое главное, выкладывать. Берем кастрюлю. Красиво выкладывать. Давай сюда кастрюлю. Вот так, красиво выкладывать. Да, послойно. И вы потом, дорогие женщины, вообще все, кто нас смотрит, поймете, почему это... Это еще несколько мужчин. В отдаленных уголках нашей родины. Нет, у нас некоторые смотрят, и мужчины тоже. У нас же такая программа. Мы не разделяем зрителей. Не то, что армейский магазин. Который смотрит исключительно... Женщин. Все, не знаю, что говорить. Так, давайте. Значит, аккуратно выкладываем помидоры на дно. Да, помидоры на дно, первый слой, поскольку... Аккуратно выкладываем помидоры на дно, это такая школа дайвинга у нас. Так. Посмотрите, Кровская галерея в дайвинг, да. Так. Давай вот так, чтобы прямо... Ну, подожди, еще несколько слоев, естественно. Мы, конечно, еще можем подрезать. Да, конечно, и что нам тогда? Я серьезно говорю, мы подрежем. Нам нужно плотно, чтобы помидорчики... Так, выложили. Вот так, да? Ну да. Вот так. Дно солькоп. Да. Ну, давай теперь сельдерей. Все надо просто красиво, как-нибудь очень по творчеству, креативно посолить, поперчить. Каждый слой, но чуть-чуть позже, после рыбы. После рыбы. Я, конечно, в этом смысле даун, но я понимаю, когда перчить и залить. Даун, даун, даун. Да, да. Все, этого достаточно. Хватит, да? Да, давай теперь немного перцу. Немного, то без фанатизма. Да уж. Вот. Достаточно перца, морковки, также кольцами. Да. Смотри-ка. Так. И выкладываем. Зелень, 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 зелень. Да. А, лучок еще не положили. Про лук-то из... Немного. Слушай. Ну, давай, так тоже. Сейчас, товарищи, что-то происходит. Что-то... Так. Что-то будет. Так. И зелень. И, наконец, да. И вот на эту подушку мы кладем... И вот на эту замечательную витаминную подушку... Так. ...мы выкладываем первый слой рыбы нашей семги. Выкладываем. Да. Так. Вот. На самом деле, сейчас рыба будет пропитываться соком овощей при готовке. Ну, вот. И наоборот. Да, овощи станут... Достаточно для этого слоя. Достаточно. Теперь посолить, поперчить. Можно положить листочек лаврушки. Лаврушечки? Лаврушечки. А тогда... Ну, вот, пожалуйста, перед тобой лаврушечкой. Я переперчу. Да. Так. Вот он. Вот. Да. И немножко соли. Это ведь соль, правда? Это не, не. Сто процентов. Угу. Так. Сейчас. Так. Вот я как следует поперчил. Соль, пожалуйста. Вот. Хватит уже. Все. Так, подожди. А где лаврушка у вас? А вот лаврушка. А вот. Веселая игрушка. Сколько? Ну, один-два максимум. Слой лаврушки или... Нет. Слой лаврушки не будем вкладывать. Хорошо. Значит, тогда мы... Все, достаточно. Вот троечку. Большая кастрюля у нас. Так. На самом деле, надо будет нам подрезать еще помидоров. Ничего страшного. Мы сейчас подрежем. Все нормально, конечно. На самый верхний слой. На самый. Мы выложим два слоя рыбы. И три слоя помидоров. И три слоя помидоров. Помидоры не только. Вначале помидоры в середине, помидоры в конце. Да, получается? Да. Именно так. Так. Отлично. Вот. Дальше продолжаем в том же порядке. Ты давай продолжай, а я пока порежу помидоры. Да. А я пока начну резать помидоры. Перцу. Потому что нам не хватит. Уже мы понимаем, что не хватает. Так. Ажитация происходит в студии. Слушайте, какой у вас лук. Какой? И даже от него не плачется. И кольца такие ровные. Знаешь, это лук, это новый сорт выведен. Ты от него плачешь через два дня. Самый неожиданный момент. Просто вот накрывает, знаешь? Вот ничего не сделаешь. Поел в понедельник. К четвергу, где-то к вечеру, жди слезы. Слушай, скажи, а вы с ребятами по фабрике, вы как-то поддерживаете отношения? Ну, так, не очень. Не очень? Да есть у меня подруга, да, по фабрике, Корнелия. Корнелия Ванга, да? А с остальными как-то все, разбежались, да? Ну да. Каждый уже сам за себя, уже все, да, получается? Ну, есть такое, да. То есть нету таких у вас, знаешь, как вечер встречи выпускников? Нет, ну, нет, знаешь, когда мы встречаемся на каком-нибудь концерте или где-нибудь за кулисами, то, конечно, сразу куча приколов, крики, жаркие объятия. Вот, все, мне кажется, рыбку можно. Рыбочку? Да. Давай ее. Давай прямо ее туда можно, прямо, так сказать, ее. Трамбовывать. Прямо ее, не стесняясь. Вот так вот рыбочку мы закладываем. Так, смотри, то, что осталось, на самом деле не принципиально. Не принципиально. Да, морковка. Лучок. Ну, ты видишь, что это просто не кастрюля, а кладовая витаминов. Зелень. Еще немножко зелени. Я бы все-таки еще чуть-чуть посолил. Обязательно. Как будет посолить по-испански? Саль. Саль. Си. Си. Саль. Прежде чем отправиться в гастрономическое путешествие на огонь, я думаю, что мы сделаем так, как сделал бы любой испанец. Сейчас споем песню, блюду и зрителям. Марк, спой просто четыре строчки, испанские, настоящие. Поехали. Зажигать параллельно? Ну, как, знаешь, как в театральном учишься. Это мы будем параллельно. Большой круг вынимать. Ты будешь петь, а мы будем делать все точно так же, как на твоих концертах. Вот мой первый видеоклип. Понимаешь? Все так же, как на твоих концертах. Ты поешь, мы зажигаем. Давай. Супер. Бесами, бесами mucho, como si fuera esta noche la última vez. Бесами, мининя, бесами mucho. Мининя? Я tengo miedo tenerte и perderte después. Зажгли? Да. Друзья, Марк Фишман. Вот что значит человек изучал испанский язык. А рыба уже готовится. Не, не, не. Окей, значит, рыба... Пусть вначале огонь должен быть достаточно таким большим, то есть как зажигаем на концертах, а потом минут через 5-10 мы сделаем его средненький. Средненький, да? Да, потому что минут 35, максимум 40. На 35 минут мы загрузили это. Все. И надо просто посмотреть. Сейчас дай мы посмотрим. Я не знаю, что будет происходить. В общем, сейчас начнется какой-то процесс. Салют. Салют. Так, друзья, что у нас происходит? Блюдо, которое Марк Тишман готовит с нашей помощью на кухне с Мака, уже находится на плите. И дальше только терпение. Правильно я понимаю? Да, пациентка. Только пациентка. Чтобы мне ответить ему. Мучачо. Потому что, сеньор, реклама. Как реклама будет по-испански? Адвертенция. Адвертенция. Да, вот именно это? Да, да. Унно-Премьера, Унно-Премьера, это первый канал. Отлично, Марк, оставляю тебя сейчас с ножом здесь, на кухне. Сейчас я вернусь, мы будем готовить десерт. Друзья, у нас короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся. Его значит, что харчо, переводится с белорусского, означает продуктовый склад. Люда, а что это там за мужики усатые в отдельном зале биточки едят? Как что? Так это ж музыкант Игоря Николаева. Слово о полку Игореве. Дорогие друзья, с Марком на первом канале. У нас гостя сегодня Марк Тишман. И вместе с Марком, ой, какой запах. Невероятный. Ой, ты знаешь, я... И посмотри, сколько... Сколько соку. Это минимальный огонь. Это минимальный. Мы можем поставить даже еще поменьше. Давай сделаем еще поменьше, чтобы он прям не выкипал. Да, давай. Чтобы не выкипал этот сок. Но запах, да? Да, да, да. Ставь вот сюда, двигайся аккуратно. Оп, все. Ставим. И вот сейчас на этом огне уже будет это у нас вскипать. Так. Что мы будем готовить дальше? Я решил, что, наверное, какой-нибудь десерт. Просто мы... Судя по тому, что я вижу здесь вот этот прибор... Миксер. Миксер. Мы просто будем взбивать сливки. И добавим ягоды. И добавим туда ягоды. Это полезно? Полезно. Здорово. Здорово. Красиво. Я, следуя логике, должен сказать красиво. Очень красиво. И вкусно. Давай. Какие сливки? Сливки. У нас сливки разные. Вот мне все-таки, наверное, я... Да. 35%... Они должны быть такие прям густые. Давай, взбивай. Давай. Ну-ка. 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 Ты прямо вот так вот, да? Прекрасно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Да сейчас уже все. Подожди, сейчас. Все, смотри. Достаточно. Смотри. Вот так вот. Мы берем это все. Да. Немножечко сахара. Вот у нас и сахар. Да. Ой. Так. Все очень просто. Так. Вот так вот. Немного сахара. Немного. Зачем? Не пересластить. Так. Давай сделаем так. Кто-то будет взбивать сливки, а кто-то будет аккуратно нарезать клубнику. Потому что если смородину и голубику мы можем прямо так забрасывать, то... Давай взбивай, а я буду нарезать клубнику. Я так и думал. Годится. Я так и думал. Ты, а ты, я смотрю, хитер. Давай нарезай. А я попробую. Да, прекрасно. Так. Вот как красиво. Мы как будем это делать? Туда добавлять или... Ну не, в кремовницу. Кремовницы – это женщины, которые продают крем для бритья. А креманки... Кстати, мне кажется, можно и так, и так. Кремовницы. Кремовница – креманка. Ни того, ни другого слова в толковом словаре «Даля» мы не найдем, мне кажется. Более того, я тебе скажу, мы с трудом найдем сам толковый словарь. Так. Послушай, но нет, сейчас крем. Вот давай, вот так, да? Ага. А, клубнику. Подожди, нет, клубнику, я думаю, что сверху. Нет, а мы и ягоды сверху тоже. Мы и сверху, и снизу. Значит так. А вот смотри, можно клубнику очень красиво сбоку. Да. Вот давай, вот смотри. А я вот в эту самую, в образовавшуюся, смотри. Вот так вот. Обалдеть. Браво. А тебе смотри, можно сделать такой. Раз. Подожди, это два. Обязательно смородинки. Смородиночки. Вот смотри, ты, вот я сейчас поставлю чернику, а ты между черничными вставляй смородину, чтобы был пестрый ковер. Из ягод. Из ягод. Ну, я вот клянусь, если кто-нибудь из мужчин сделает вот такой десерт даме и принесет, и, например, внутрь этого десерта положит кольцо с бриллиантом четыре карата. Ну, уже по отработанной схеме. Давай, 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 сейчас подожди. А мы здесь можем сделать по-другому. Вот здесь я сделаю, вот смотри, вот так вот. Вообще, когда я готовлю что-то своими женщинами, я действую по одному принципу. Скажи, а сколько... Голод – лучшая приправа к пище. Чем ты кормишь своих женщин, как ты их называешь? Гренками. Рыба – это по праздникам, на 8 марта. Это тоже по праздникам. Посмотри, ну, ну с таким-то десертом в руках можно и в гости. А главное, как просто. Варт. Иван. Ну что, мы все о десертах, да о десертах. Давай поговорим с тобой. О. И про рыбку. Как ты думаешь, готова она? Мне кажется, все-таки еще, вот я смотрю на рыбу. Марш, ну, давай не будем забывать, что ты в совершенстве владеешь не только испанским языком, что ты продемонстрировал нам, но и английским. А какую-нибудь песню на английском, ты можешь петь? Ну, легко. Отлично. А что поюм-то на английском? Любую песню. А я по-тебе. Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what life is like On Jupiter and Mars Another words Hold my hand Another words My baby It's me Feel my always song And let me sing forevermore And that is all I worship All I long for And adore And other words Jeans come true Ma-ma-pa-pa And other words Oh yeah I love you АПЛОДИСМЕНТЫ Иван Урган Сегодня Сегодня Песня Я позволю себе на секунду Я просто переведу, потому что, может быть, не все знают английский язык Отвези меня на луну Туда, где светят звезды Туда, где мы можем с тобой быть вместе Туда, где счастливая рука проведения Обнимает тебя за стан твой тонкий Это вольный перевод Не, а есть, кстати, русский аналог этой песни Да, ты имеешь в виду Увезу тебя в тундру Увезу тебя в тундру или Напилась я пьяно Не дойду я до дому Или это На попывку едет Молодой Иван Знакомый, какая-то у тебя интонация проскатила Молодой Моряк Ну, а ты же моряк Да, действительно Ты же моряк в ванне Сообразил Можно начинать пробовать ее, нет? А что нам ждать-то, Ваня? Что мы, взрослые люди Подожди, давай я же скажу Ну, как мы это готовили? На самом деле, все понятно и так Ты меня поправь, если я ошибаюсь Значит, мы берем семгу Нарезаем ее стейками Мы удалили косточки Можно вот эти косточки не удалять Потому что эти косточки, если их долго варить Они дадут как раз тот самый фермент, который позволит на утро загустеть этому всему Если вы хотите это оставить в холодильник Значит, и мы выкладываем слоями Морковку, порезанную кольцами Помидоры, порезанные кружочками Лук Перец Зелень Сельдерей Все это мы слоями выкладываем Соль, перец Лавровый лист Лавровый лист Друзья, аплодисменты Давай попробуем Попробуем, отведаем Ну-ка Слушай По-моему, отлично По-моему, это просто вкусно Друзья Самое Самое главное – это здоровый образ жизни Так С рыбой мы закончили Давай-ка мы попробуем теперь то, что мы приготовили с твоей помощью Как по-испански будет десерт? Так же и будет Десерт? Десерт Десерто Вот Десерто Десерто Друзья, ну тут сам, знаешь, Малька Тот самый случай, когда вот я знаю, как это будет на вкус Я прошу тебя сделать Я прошу тебя оставить десерт Дорогой Марк От нашего спонсора Корзина цейлонского ароматного чая Акбар Чай Акбар, который является неиссякаемым источником бодрости Энергии хорошего настроения для тебя Это раз От нашего спонсора уникальный китер для очистки воды Акбар Который содержит уникальные волокна Аквален Которые, собственно, и очищают воду Делают ее кристально чистой Это тоже для тебя И это не все, Малька Подожди От нашего спонсора Всемирно известного производителя посуды премиум класса Компании Тапуэр Инновационные изделия Набор контейнеров Элегант Из сковорода-гриль От шефа из нового премьер-каталога Тапуэр Модно, стильно И выгодно Вот так Марк Тишман Спасибо огромное Марк, сейчас я вернусь Мы продолжим Друзья, у нас пауза ровно на одну неделю Смотрите нас через неделю Вы знаете, что гуляш В переводе с молдавского Значает корпоративная вечеринка До свидания